До презентации нового iPhone еще долго, но сейчас перед вами покупателями стоит выбор. Взять iPhone 7 или дождаться новый iPhone 8 или 7s. Давайте разберемся в этом вопросе. И в первую очередь нам нужно посмотреть на то, как последние полгода себя вел именно iPhone 7. То есть поговорим о простом опыте использования. После iPhone 6 и 6s люди ждали революции, но революции не произошло. Семерка очень похожа на предшественников, но стоит отметить, что презентация Apple заставила хотеть iPhone 7. И ведь на деле смартфон получил лишь улучшенный процессор, двойную камеру в случае плюс-версии, влагозащиту и сенсорную кнопку Touch ID. А еще лишился порта мини-джек. Устройства остались в прежних размерах iPhone 7 и 7 Plus, 5 дюймов и 5,5. Но в Apple работают хитрые ребята, и они знали, как заставить людей покупать, по сути, чуть улучшенный девайс. Два новых цвета — матовый черный и черный Onyx. Помимо них, остались, конечно, серебристые, золотое и розовое золото, а недавно появился ярко-красный iPhone 7 Product Red. Естественно, именно на Onyx был самый бешеный спрос на старте продаж. Но уже сейчас люди смотрят в сторону обычного матового черного, либо заглядываются на красный. Разумеется, блестящий iPhone, на котором совсем незаметны пластиковые вставки, выглядит потрясающе. И именно эта версия выглядит действительно по-новому. Правда, только около двух дней. Да, глянцевый корпус мгновенно покрывается микроцарапинами даже при бережном использовании. Ну а брать Onyx, чтобы таскать его в чехле — тоже мазохизм. В чехле-то с ним ничего не будет, но без чехла этот корпус превращается в расцарапанную зажигалку зипа. В чём тоже есть некий шарм. Разумеется, отпечатки такой корпус собирает мгновенно. Олеофобное покрытие не спасает, зато оно долго не стирается. В любом случае, это непрактично и лучше присмотреться к другим цветам, но красиво — не поспоришь. Плюс, все производители поддались тенденции — у всех сейчас есть свой чёрный Onyx. Далее. Впервые iPhone стал водонепроницаемым — стандарт IP67. На глубине в один метр он спокойно пролежит 30 минут, и сервис-центр не понадобится. По эргономике особо нет комментариев — это то же самое, что и 6s. Даже спустя полгода ты не понимаешь, в чём, собственно, разница. Только в этот раз нет многими ненавистных полосок сзади. Но если телефон поместить в чехол, то от 6s отличить его вообще невозможно. На корпусе не хватает лишь одного привычного элемента — разъёма Jack 3.5. Apple отказались от аналогового входа и оставили один лишь Lightning, с помощью которого и подключаются обновлённые AirPods. Кроме того, в комплекте идёт переходник с Lightning на привычный Jack. Большая ли это проблема? Учитывая, что iPhone никогда не был аудиофильским аппаратом, то нет. Пора переходить на беспроводной звук, потому что это удобно. И AirPods вместе с Beats X этому отличное подтверждение. Это действительно удобно, и отсутствие миниджека заставило в это поверить. Да и в целом AirPods, наверное, гаджет года. Кстати, что случилось со звуком? Звук по громкости остался, например, на том же уровне, а вот по качеству чуть-чуть вырос. В целом разница не сильно заметна. Зато из внешних динамиков звук стал лучше. Во-первых, их два. Разговорный динамик является вторым спикером, и стереозвук в iPhone хорош. Но вот вопрос, нужно ли это, большинству из нас нет. Поэтому к плюсам это вряд ли отнесёшь. Экраны тоже практически никак не изменились. Прежнее разрешение — та же IPS-матрица, но это всё ещё один из лучших дисплеев на рынке. Глаза не устают, под углами не выцветает, яркий и контрастный. Из тех изменений, что озвучили сами Apple, можно отметить увеличение яркости на 25% и расширенную цветовую гамму. Здесь же спереди кнопка «Домой». Она сенсорная, но если ты об этом не знаешь, то и не поймёшь. Taptic Engine определяет силу нажатия и даёт приятный виброотклик. В параметрах по образу и подобию 3D Touch эту силу нажатия можно настроить. В целом, это такое незаметное изменение, к которому привыкаешь больше всех. И только из-за новой кнопки возвращаться на A6s не захочется, и, пожалуй, это главное отличие от старых айфонов. И это очень круто. Apple, кстати, открыли API Taptic Engine для разработчиков, но в итоге-то этим почти никто и не воспользовался. Железки. Внутри установлен процессор Apple A10 Fusion. Впервые это четырёхъядерный 64-битный процессор от Apple. Оперативной памяти в iPhone 7, 2 ГБ, 7 Plus, 3. Самое интересное, что 7 Plus до сих пор является одним из самых производительных смартфонов на планете. В Antutu он набирает 172 тысячи баллов, а в Geekbench 4 — 3,5 тысячи и почти 6 тысяч в тестах Single и Multicore, а также 12 тысяч 300 баллов в Compute Benchmark. Что на деле? Система работает так же, как на 6s. Ну, может быть, где-то и прослеживаются скорости, но в целом разницы практически нет. А ещё тот же 7 Plus работает заметно хуже обычной 7-ки и частенько подтупливает. Уже сейчас есть iOS 10.3.2, а разницы нет. Батарейка ещё хуже держит, а iOS по-прежнему чересчур плавная и туповатенькая система. Android во многих вещах давно шагнул вперёд, а былая слава о стабильности куда-то исчезла — её нет. Да, iPhone давно не самый стабильный телефон. С играми тоже интересно — Apple сделали для разработчиков лучшее железо для игр и дали карты в руки. Но разработчики не сделали для Apple годных игр. Мобильный гейминг переживает не самые лучшие времена — вот вы играете в игры на телефоне. Как были Real Racing 3 до Infinity Blade 3, так ничего толком больше и не выходило. Многие также ждали революции от Apple в камерах, но сразу стоит отметить, что iPhone 7 сливает по части камеры всем, кому только можно. Galaxy S7, S8, Pixel, LG G6, HTC 10, даже Nexus 6P фотографируют лучше, чем 7. Медленнее, но лучше. С iPhone 7 Plus дела чуть интереснее — тут две камеры. Что позволяет дополнительный модуль? Две вещи — оптическое двухкратное приближение раз, портретный режим два. Приближение ужасное, качество снимка оставляет желать лучшего. С таким же успехом можно просто увеличить фотку с обычного модуля. Вы видите разницу? Режим боке тоже не идеален, да, и пользоваться этим совсем не хочется, слишком медленно. Фронталка тоже не очень низкая, разрешение — всего 7 мегапикселей. И очень узкий угол обзора — для 2017-го неприемлемо. Какие ещё проблемы в камерах? Работа со светом не самая лучшая, скорость фотографирования тоже. Нет быстрого запуска камеры — это проблема. В общем, есть над чем поработать. Сегодня iPhone — это последний камерофон. Батарея. А вот здесь хорошо. 7 имеет аккумулятор объёмом 1960 мАч, а 7 Plus — 2900. Да, оба держат лучше предшественников. Первый способен проработать целый день до самой ночи. А вот 7 Plus на полтора дня может хватить. Здесь Apple нужно похвалить. Молодцы. Остались цены. Сейчас iPhone 7 официально стоит от 53 тысяч, а 7 Plus — от 63. Большая ли цена? iPhone есть iPhone. И, по сути, Apple является законодателем ценовой политики на всём рынке. Будет ли следующий iPhone стоить дороже? Вряд ли будет стоить столько же, а вот 7 подешевеет на 7-8 тысяч рублей. Ходят также слухи, что в сентябре Apple покажут чуть обновлённый iPhone 7, а позже в этом году — полноценный релиз iPhone 8. Верить ли этим слухам — непонятно. Какие выводы? Маленький итог по дизайну. Можно брать любой цвет, но чёрный Onyx уже через пару дней будет некрасивым. А в чехле он уже и вовсе не чёрный Onyx. По железу, камере и звуку практически никаких изменений. А вот что действительно порадовало — это новая кнопка Touch ID, порадовала водонепроницаемость, наличие моделей на 256 гигабайт и автономность. Отдельно хочется сказать про iPhone 7 Plus. Очень печально, что Apple оставила телефон в таком же громоздком корпусе. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Да и двойная камера тоже особо никак не удивила. Прошло время и слепое желание людей иметь самый новый iPhone притупилось. И уже сейчас можно трезво смотреть на эти два флагмана. Есть ли смысл обновляться с 6 или 6s на 7? Конечно, каждый для себя решит сам. Но по итогу больше нет, чем да, нет смысла обновляться. Лучше дождаться новинку, а учитывая какими получились Galaxy S8 и LG G6, Apple должна сделать ответный шаг. Прошло время. Прошло. И чего-то там еще. А, ну все так сказал. Это у тебя ли у меня? Я еще для чего-то смотрю не в камеру, а на тебя. Какие итоги? Какие выводы будут обновлять, покупать? Да? Есть, мне кажется, какой-то косяк.